Добрый день! Сегодня у нас интересный инбоксинг, долгожданная для меня головоломка, которую я очень ждал в преддверии чемпионата, который проходил 9-10 февраля в Москве, но не дождался. Как некоторые знают, я не очень плохо собираю Megawinks и поэтому... Да, GXV2. Новинка от компании X-Men, которую я заказал задолго до нового года. Видимо, моя посылка где-то затерялась на новогодней почте. Олени куда-то унесли и вот доехала только сегодня, уже середина февраля. Отсобирал я на чемпионате на первой версии, особо не тренировался, но все равно доволен своими результатами. Посмотрим, что покажет версия номер два. Коробочка черненькая с китайскими всякими словами, но ничего необычного. Внутри инструкция, видимо запасные детальки и немножко пластика. Пластик уберем. Инструкцию на всякий случай, какая здоровая. Огромная инструкция на Megawinks. Я даже по детали не изучу. Киви Мофанги Megawinks Tutorial. Очень интересно. Много-много-много всяких обозначений. Первый раз вижу. Я не помню, бывали подобные инструкции в первой версии. Обязательно почитаю. Вдруг что-то важное. Так, на коробочке с логотипом X-Man мы видим коробочки. Запасные детальки. Очень даже интересно. Черные. А, детальки, которые, наверное, позволят поменять белый цвет на черный. Судя по всему. Добавно. Мне, правда, не пригодится. Но кому-то будет, наверное, интересно. Ну и сам Megawinks. Запакован тоже в пластик. Давайте сразу его сравним с первой версией. По сравнению с первой версией, он кажется малышом. Размер ребра поменьше. На 1-2 мм. По-моему, даже на 2 мм. И это сразу видно. Давайте измерим высоту первой версии. Здесь у нас 74 где-то. Высота второй версии. 68-69. Почти на 5 мм ниже. Цвета, по всей видимости, такие же. Абсолютно такие же цвета. Взял я той же формы элементы. Тоже привык. Ну, которые наиболее популярны. Что же нового во второй версии? Мы видим немного более скругленный центр. Давайте набьем. Немного более скругленный. Логотип такой же. Он немножко замусоленный. Этот достаточно свежий. А, если на первой версии он наклеен, здесь он напечатан. Если я не ошибаюсь. По-моему, это действительно так. Одна вещь меня смущала. Ну, помимо размера. У меня достаточно длинные пальцы. Поэтому уменьшенный размер. Надо еще протестировать, как он пойдет. Что меня радовало в первой версии? Это primary plastic. Ну, почему-то мне это нравится. Мне кажется, что кручение от этого немного лучше. Во второй версии решили от этого отказаться. Причина, в принципе, понятна. На тех же соревнованиях в Москве я не раз наблюдал, как роняли головоломки. И у Megamix X-Man отлетали вот эти вот пластинки. Летали, терялись. Ну, у кого-то находились, у кого-то нет. Я ни разу не ронял свой Megamix так, чтобы у него что-то отвалилось. Поэтому для меня подобная проблема не актуальна. Но отказ от primary plastic, наверное, все-таки связан с тем, чтобы элемент был из двух кусочков, как здесь вот, ребро. И никаких пластинок уже не было, которые могли бы отвалиться. Плюс, наверное, то есть при неаккуратном обращении с Megamix, это, наверное, поможет. Мне нет. Мне primary plastic нравился. Ну, посмотрим, что будет с этим. Сухенький. По звуку другой. Здесь более какой-то бархатистый звук. Здесь, ну, как описать, не могу. Ну, немножко другой. Мы видим, также немножко изменилась форма элементов. То есть бортики стали чуть шире. По-моему, чуть выше. Да, чуть выше стали вот эти бортики. Возможно, это поспособствует лучшему захвату пальцев. Хотя некоторые используют и версию с вогнутыми гранями. То есть этот же Megamix Galaxy V2 поставляется также с вогнутыми гранями, с такими, по-моему, все. Ну, есть в черном пластике, есть в цветном пластике. Наверное, так, если я ничего не путаю. Ну, самая популярная модель в цветном пластике. Взял ее, поскольку первая версия у меня именно такая же. Давайте замешаем. Это же самое главное кручение. В руках, в принципе, лежит комфортно. Очень комфортно. Не чувствую дискомфорта от уменьшенного размера. Потому что немножко, конечно, непривычно. Достаточно быстрый. Ну, если что-то тут покрутить. Да, еще вспомним, что главная проблема первой версии были флипающие уголки. Проверим, как здесь. Флипается, но такое ощущение, что чуть туже. Хотя может быть и так же. Чего-то кардинального видео компания MoFan не предприняла для решения этой проблемы. Очень быстрое движение. Давайте попробуем собрать. Немножко сбоку от камеры буду смотреть, чтобы что-то видеть. Вращение приятное. Ну, поскольку расцветка не поменялась, то мы на цветовосприятие обращать внимание не будем. Но все-таки уменьшенные элементы чувствуются. Немножко по-другому. Что-то сломал. Чувствуются уменьшенные элементы. Надо привыкать. Но, честно, я вспоминаю свой недавний анбоксинг. Мою Алхун. Там из коробки впечатления были крайне посредственные. Да, он для милца виден потенциал. Но изначально из коробки он никак не раскрыт. Даже открутив на нем сотни сборок, я все равно не рискнул собирать им в чемпионате. Я взял X-Men. Поскольку на X-Men я открутил 1000 сборок предварительно, был вполне так удовлетворен результатами. У локапов не чувствуется, честно. Отличия от первой версии категоричных каких-то нет. Размер это понятно. Чтобы он дико стал удобнее. Видимо, это ощутят те, у кого руки небольшого размера. И первая версия тоже подходила. Быстрее? Возможно, да. Главная проблема не притертого Galaxy первой версии, это его скорость. Он был медленный, медленный. Если берет ее в руки новичок и пытается что-то сделать, он приятен, восхитительен и великолепен. Но если сравнить его с более быстрым Megamix с Machine Show, то он был туговат. Впоследствии притерся и по результатам я догнал, и обогнал даже свои результаты на Machine Show. Здесь из коробки вполне быстрый. На этот Megamix перешла Мария Жиц, которая на недавнем чемпионате в очередной раз обошла меня по Megamix. Маша, привет! Магомед Баштаев также использует данный Megamix и вполне доволен. И собирает он в районе минуты в среднее время, что весьма и весьма впечатляющее. У меня результат немного поскромнее, но Megamix повидал я уже немало. Все, наверное, кроме совсем древних MF8 и QJ. Их я просто не стал покупать. Но современные все есть. Приятно. Последний слой. Идет вполне неприятно. Ну, цветовая схема. Более кривые алгоритмы. К маленьким элементам можно привыкнуть. Я собираю на весу. Сейчас было немножко непривычно расставлять пальцы таким образом. Но коммутаторы, наверное, идти хорошо. Быстрый, быстрый. Давайте проверим, что тут с резкой. Углы режет. Главная особенность серии Galaxy – это отличная резка углов. Мало того, что они режут, они делают это очень мягко. Да, и вот этим он превосходящим шел Perl. Достаточно сильно. Штарый режет. А новый, по-моему, даже мягче. Ну, примерно одинаковой степени растяжки. Так что сравнивать можно. Вот такой уже запредельный угол. Вот здесь вот вполне хорошо. Обратный угол Megaminx не часто хорошо режет. Так что не будем от них особо ничего ждать. Что я могу сказать. Megaminx из коробки, по первым впечатлениям, очень хорош. Маленький размер, безусловно, подойдет тем, у кого руки поменьше. А вот Маша Жейц была весьма довольна. У нее небольшие ручки. И гораздо комфортнее было именно уменьшенной версии собирать. Я протестирую. То есть, более крупные руки, более длинные пальцы. Будет для меня удобно. Я как бы не разочарован первой версией. Она остается вполне себе полноценным Megaminx. Это лишь альтернатива. Возможно, в чем-то лучшее. Как поведет себя крашный пластик, мы посмотрим. Пока на скорости на одной тестовой сборке это никак не сказалось. Чуть измененный рельеф. Честно, был не сильно заметен. Возможно, на большей скорости будет более заметно. Цвета те же. Более скругленные центры. Придает некоторой эстетике. Но Алуха у меня вообще круглые. Не знаю. Отличный Megaminx. То есть, небольшие руки и будет первый Megaminx, который вы купите. Вы точно не пожалеете. Я думаю, так. А так. Покрутим побольше. Узнаем получше. Из коробки. Отлично настроим. То есть, можно сразу идти и собирать на время. У меня такие сборы хотя бы 20-30 делал. Отдельно. Рекомендую. Хорошая вещь. На этом все. Всем спасибо. Собирайте Megaminx. Увы. 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 Продолжение следует...